Всем привет! Наверное, рановато мы похвалили нашу собаку, потому что за один только вчерашний день она успела наделать столько делов, сколько не делала никогда. Она нам перегрызла провод. Теперь он не работает, его нужно чинить папе. Это вот наш скважинный насос. Как только мы высадили помидоры, собака подбежала и сломала нам нашу рассаду, и вылыла весь навоз. Поэтому нам пришлось каждую рассаду накрывать банкой. Прям каждую-каждую. Сегодня мама говорит, у меня куда-то пропала одна банка, которую она накрывала рассаду. Сейчас покажу, что она сделала с этой банкой. Специально вам оставила этот экземпляр. Это какая-то розочка просто. Вы понимаете, это была хорошая банка пластмассовая. Вот настолько у собаки чешутся зубы, что она просто превратила её в розочку. Что ещё натворил наш вандал? Она нам прогрызла огуречную сетку. Если бы не стояли вот эти вот синие ящики, она бы нам сломала всю рассаду огурцов, и у нас не было бы огурцов. Пожалуйста. Она подошла и прогрызла всё. Вот она дыра, вот она вторая дыра. Просто вандализм чистой воды. Нам пришлось её сажать вот на такую вот железную цепь. А знаете почему? Потому что когда у неё была обычная верёвка, она её перегрызла два раза. Тем самым освободившись от оков. И тогда папа принял решение, что надо что-то более прочное. Вот. Поэтому теперь она сидит на цепи вот такой вот. И на такой верёвке, которую она не перегрызёт. И вот эта палка, которую она тоже грызёт теперь у нас. Сколько бы мы ей косточек не давали, зубы у нас чешутся, и она нам всё портит. А если она нам перегрызёт шланги, которые стоят две тысячи, извините, будет очень обидно и неприятно. Потому что я уже видела, как она грызёт эти шланги. Поэтому самый лучший способ, это просто садить её на цепь. Всё. Слишком много делов за один день она наделала нам. Вот такой вот беспредел у нас. Вот такой вот щеночек у нас беспокойный. Буквально за несколько дней вся наша вишня уже начала осыпаться. Сейчас такой белый цвет летит, словно снег. Ещё, конечно, стоит достаточно она белая, но всё равно, если посмотреть под ноги, то всё это в белых лепестках. Вот оно всё белым-белого. Всё, груша тоже отцветает. Цвет летит всё больше с каждым днём. Друзья, я хочу вам напомнить, что у меня есть канал на российской платформе Яндекс.Зен. И на данный момент все видеоролики сначала публикуются там, своевременно, а потом уже я их дублирую на Ютуб. И если вы, например, ориентируетесь на наши посадки и хотите вовремя узнавать, когда что происходит, то, конечно же, я настоятельно рекомендую вам подписываться именно на Яндекс.Зен. Ссылку я оставлю в описании ролика и также в первом закреплённом комментарии. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ещё маленькие решила прикрыть банками, потому что, ну, как-то холодно. Ну, тут нужно сделать оговорку, насколько холодно, чтобы люди не подумали, что у нас тут прям холодильный. У нас плюс 17. 17-20 градусов. Ну да. Это в тени. Это только в тени. Ну, как-то холодно, знаешь. Это из-за ветра прохладно. Просто люди подумают, что, ой, такая холодильная, вы, наверное, там, не знаю, давно это снимали видео. Да нет, недавно, только вот май месяц у нас. Ну, такая погода. Какая есть, такая есть. Ничего не придумываем. Показываем, как есть. Видишь, они встали... А, знаешь, почему им сейчас стали ящички эти малые? Они же, когда были посажены, они сейчас приподнялись, и вот из-за этого. Они им стали малые, надо, значит, быть помнить местами ящички. Они стали... ну, не по размеру уже для них. Хотела накрыть, попробовать их как-нибудь себе. О, нет. Сломала. Сломала? Точно. Вот так. Сама же сломала. Они такие хрупкие. Значит, не буду их туда ставить. Значит, эта затея не нужна. Зря я все это сделала. Были бы они под ящиками, они бы так хрупкие. Они, потому что, когда сами вылазят, они как-то лучше. А сейчас они такие хрупкие. Второй день уже сушу петрушку. Раньше всегда я ее просто морозила. Но у нас так много всего, что приходится уже сушить. Но мне почему-то больше сейчас понравилась именно сушеная зелень. Потому что столько места, ну, не найдешь, чтобы столько всего хранить, именно замороженного. Мне кажется, сушеное очень удобно в супы добавлять вот это все. Да, во все же блюда. Первые, вторые, все. Потом пойдут у нас, что пойдут? Потом можно будет помидоры сушить, фрукты сушить. Ну, вообще, у нас сушилка сейчас будет работать все лето. Да, точно, все лето. Постоянно будет работать. Только единственное, сейчас не знаю, куда нам ее ставить. Вот раньше она у меня всегда стояла на улице, я сушила все. А сейчас у нас две собачки. Они так бегают, что... Ну, боишься, что... Да, чтобы они уронили. Потому что сушилка у нас издри. Это не дешевое удовольствие, чтобы так вот к ней относиться. Поэтому надо будет где-то находить место. Но пока сушу дома. У нас вот такая подушка с петрушкой сейчас на улице висит. Хотела бы вам показать, даже не знаю, как. Сколько там уже. Сейчас постараюсь. О! Вот столько петрушки уже. Думаю, редиска сейчас уже как раз хорошенькая. Подросла. О! Вот это я понимаю, размерчик. Это хорошо. В этом году было 27-го числа первая редиска. В принципе, в одно время же все как-то. Ну, сейчас уже май. И она уже, как говорится, хорошо подросла. Плюс... Да, подходит другая, вон, посмотрю. Да, плюс я еще ее не вырывала. Получается, один или два дня. И она еще больше подросла. И то, что я поливала ее, тоже хорошо. Ну, знаешь, я так мимо прохожу. Всегда посматриваю на редиску. Определяю. О! Насколько она уже выросла. Чтоб можно было рвать, не рвать. Ты помнишь, Псюша, как в первый год у нас сколько было банок стояло на веранде, и все там были всякие овощи, фрукты насушенные. Ну, много вообще сушили. Потом, конечно, поменьше всего стали сушить. Потому что мы столько не съедаем. Все-таки, наверное, насушу сегодня, знаешь, что еще нарежу? Щавель. Папа любит суп зимой, со щавелем можно варить. Можно, да. Я так и сделаю. Вот он свари-свари, все. Соленый я не делаю, мне что-то не понравился он соленый. А вот именно высушить и с него суп варить. Видишь, какая большенькая уже выросла-то, хорошая. А потом вот эту всю зелень мы сложим под дерево. Ну, как мульчирование. А я хочу петрушку, поросенку отдать. А я вот эту под дерево всегда от редиски. Ну, значит, отрезаю и под дерево. Ой. Нет, действительно, такая большая уже выросла. Надо принести сюда доску маленькую и здесь оставить ее. Воду. Опа. Вот так вот. Водопад. Водопад. Показывает. Водопад. Водопад. Хватит? Угу Хватит 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 Лев Маша! Да, прямо она пришла к тебе Машка! Машка! Ну прямо она пришла к тебе, она что, как человек, что ли, по имени-то? Машка! Машка! Надо вот так почмонькать так Машка, иди сюда! Машка, иди сюда! Покажи, что у тебя есть вкусности Иди сюда! У меня что-то вкусное для тебя есть Машка! Машка, иди сюда! Ты что, забыла, что ли, тебя зову? Машка, иди сюда! Не хочет! Петрушка такая вкусная, сладкая! Иди сюда! Не хочет! Да, просто потом дать ей А то она, может, не увидит и всё Она, может, не сюда ходит в этом месте, а может, там тоже Ну ладно! Всё, хотели дать петрушке целое ведро! Пока не хочет, наелась! Потом отдам! Вот так вот хотели свинью угостить вкусным ведром Ведром! Вкусной петрушкой целое ведро! Но она отказалась! Предпочла обеду лежание на траве Ну, потом мама отдаст, съест! Мы отварили яйцо и сделали свой майонез И сейчас продолжаем нарезать всё для салатика Кошка пришла на обед В свежем воздухе, слушай, так аппетит сразу Да, хорошо! Я вот сейчас яйцо режу, мне прям аппетит разыгрался А ты чувствуешь, что ещё шашлыками запахло? Не, не чувствую Ну, сейчас, потому что выходные И люди будут жарить шашлыки в празднике Уже жарят, чувствую А, вот, почувствовала та жена Может, дети пообедают? Так мы здесь и будем, да И перемешиваем Я надеюсь, что хватит нам майонеза Мы сделали ещё так много это слушать Что-то как-то даже слов нет у меня Как будто у нас здесь сейчас гостей столько будет Ну, а потом, что лука много Ну, по идее, вот я всегда ещё мну лук Это я понимаю порция, целый тазик Будем сейчас есть несколько дней Ну, ничего, это витамины Ну, конечно Будем кушать? Чаёчек Всё Приятного аппетита Спасибо Спасибо И суп, и салатик отлично Ну, всё, Мишка Услышала Унюхала Салатик Получился такой Очень свеженький Очень вкусно Это, считайте, можно не просто свежие овощи есть Зелень А ещё и в салаты Класть Придумывать можно разные рецепты Вот мы придумали такой Вкусно Вкусно После обеда Решили повторно сходить И всё, свинья идёт Ну, так же, она должна за петрушку-то есть Ну, как будто нет она есть Конечно будет Это же витамины Может, конечно, там много остальных Наверное, надо бы лучше курям отдать А та курям отдам Угу Ест Конечно, что она несет Просто это ведро Много, наверное, для неё будет Оно же сладкое Это же витамины Это же не трава даже Петрушка Ну, люди же едят Я же её просто вот как бы Это так Очень много отходов Потому что у нас её много Мы пообедали Сейчас буду продолжать заниматься Покраской стоек для навеса Осталось совсем немножко здесь Вот, смотрите, что До Сейчас есть И потом покажу, что После у меня Ну, тут Совсем немножко осталось Ну, может быть, на час работы Может быть, меньше А мама будет красить газовую трубу Нет, сначала не красить Она сначала будет её шкурить Вот А потом уже покрасим Скорее всего уже завтра Или в один из следующих дней Ближайших Ну, я думала, они плохие Так что я эту крагу Наверное, сейчас покрашу Да, ты дай крагу Конечно Тут чисто Дай крагу Дай крагу Дай крагу Мама посмотрела, что не нужно было шкурить Поэтому сразу будет красить В общем, сейчас как раз такая пора И огородом приходится заниматься Ну и Дома сейчас Ремонт пока отложили Будем делать то, что нужно делать на улице Когда уже сделаем всё Опять за ремонт возьмёмся дома Ну что, мы с мамой закончили работу Наконец-то немало времени ушло на всё это Но Теперь в красивом виде у нас всё будет Ну что, вечер подошёл к своему логичному завершению Я надеюсь, что вам понравилось моё видео Обязательно пишите комментарии Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны И мы с вами увидимся в следующих роликах Всем пока-пока